Девушка говорит, парни, а ты видел, к чему я 11 сентября пришла в школу? Что здесь творится, ты ебаный урод! Всем здравствуйте! Сегодня у нас ранняя-ранняя суббота, и я катаюсь за Майбахом уже два часа. У нас 6.12, я нахожусь сейчас в районе Курского вокзала. Выполнил я три заказа, из которых один был отказ, и так как он был безнальным, я все равно насчитали 179 рублей. Да, алло! На Покровском бульваре стою. А на внутренней или на внешней стороне? Получается, на внешней. Понятно. Переходим в другую сторону. Сейчас будем. Хорошо. Здравствуйте, я вас смогу. Можно с вами смоткаться? Да блин, капец. Мы, кстати, сейчас дома были в Донецке, а у вас тут были в Донецке. Донецке дается включать. Так, в итоге я подождал 8 платных минут и приехал на Ботаническую улицу, недалеко от ВДНХ. 2300 получился заказ. Минут 20 продолжался. Все, помыли мы машину. Очень много времени потратили, конечно. Прикольно, можно смотреть как раз и перед, и зад. О! Дальний подаг, ребят, доехал до Москва-Сити. 1697 рублей заказ. Здесь такой ветрюган всегда просто выйдешь и тебя ветром сносит. Немножко задел вопрос у меня сейчас такой. Слушал я разговор конечный, получается, парня с девушкой. И вот, девушка говорит, парню, а ты видел, в чем я 11 сентября пришла в школу? Он говорит, нет, не видел, в чем же. В хиджабе, говорит, я из майки вырезал хиджаб. Нынче вот такие у нас приколы, значит, в хиджабе приходить в школу. 11 сентября. А вы сами знаете, что произошло давным-давно, 11 сентября в Америке, да? Ребята, смотрите, что у меня в багажнике. Видите, как поместилось. Сейчас поеду с клиентами. Так, я приехал на Кудринскую площадь. Заказ там 1900 рублей. Ребята приехали на свадьбу. Вот этот вот красивый дом. Я помню, с этого дома забирал бабушку на Майбахе, с которой мы приехали в зоомагазин. Она так купила зоотовары для своего песика. Я еду обратно домой. Даже такие заказы бывают, на самом деле. Приехал я в киноцентр на Красной Пресне. Вот здесь отсюда должно кого-то забрать. Безналичная оплата, это хорошо. Ребята, я приехал на новый Арбат. Сейчас у нас оплата по счетчику с клиентом. Мы что-то приехали, я ему сказал, его сколько ожидать? Он сказал 15 минут. Я говорю, ну заказ пока на 3200. Блин, ну оставил только 2000. Что-то я как-то тоже ничего не сказал на этом. Не знаю, правильно или нет. Сказал 15 минут ждать. Давайте подождем 20 минут. И после этого ему наберем на всякий случай. Потому что сейчас будет еще капать ожидания. Даже не знаю, сколько выйдет здесь. Закончил заказ. Мне дали, должны были дать еще 3200. А дали 3700. Получается еще 500 рублей чаю. Общая сумма заказа 4900. Приехал я в депо на Беларусь. Жирный заказ. Это по тарифу Ultima. Меня через два с половиной часа отрубит Яндекс к заказам. Из-за того, что я долго нахожусь на линии. Я вот теперь думаю. Виталик, мой сменщик, приедет только ко мне в 10 часов утра. Пойти ли мне сейчас дома поспать или там своими делами позаниматься 2-3 часа. А потом выйти на линию. Как алгоритмы вот этих заказов распределения там водителя. Как интересно Яндекс разрешит мне больше после этого работать. Типа подумает ли там их агрегатор то, что я отдохнул или нет. Потому что я сегодня работаю какими-то получается рывками. То есть я когда-то выключаю агрегатор, когда-то включаю его. И я повторюсь, Яндекс не дает работать подряд больше 16 часов. То есть если вы выходите с линии, то он считает то, что вы не работаете. Ребят, прочитал в Яндексе о том, что теперь они страхуют пассажиров. Жизнь и здоровье водителей и пассажиров Яндекс такси застрахованы во время заказов на сумму 2 миллиона рублей. Страховка абсолютно бесплатна и для пассажира и для водителя. И действует во время совершения заказа. То есть когда водитель везет пассажира до пункта назначения. Повреждение автомобиля страховка не покрывает. Если машина пострадала в ДТП, то необходимо воспользоваться ОСАГО. Ну тут написано, что надо делать, чтобы получить возмещение. Теперь у меня в голове такая мысль. Самое главное, чтобы теперь клиенты Яндекс такси не вырывали рулю водителя. Иначе будет как в том ролике. Мама, вызывай ГИБДД, меня машина убила! Так, утренний заказ. Здесь, если по времени смотреть, то видно, что скорее всего это ультима. 2300. И нахожусь я сейчас в двух километрах от Никада. Ой, блин, что здесь творится-то, ебаный уродный? На Рождецкой с утра с ума сходят, короче. О, ко мне. Здрасте. Здрасте. Вперед. Здрасте, я доплачу. Малыш, вперед. Я доплачу. В смысле? А если нет ты? А если нет ты, то я заплачу штраф. Если остановят, то я сразу доплачу. Я тебе отвечаю. Мы заплатим, блядь. Нет, ну вы что, подожди, вы сколько сюда ледите, человек? Пять, шесть. Да можно автобус вызовите, ребят? Пожалуйста, мы заплатим все штрафы. А как можно? Пожалуйста. Если остановят, я оплачу. Я знаю штраф, блядь, превышение количества. Пять тысяч, я оплачу тебе пять тысяч. Если остановят, я оплачу. 6 человек, куда здесь максимум? Мы до 10 оплатим. Пожалуйста, я же замаляю. У вас заказ там стоит полторы тысячи рублей. Я сейчас ваш шестерых буду брать, блядь. Ну вы издеватель, что ли? Пожалуйста, пятерых хотят. Нет, нет. Какой пятерых? Там два места сзади. А сколько у вас человек? Подними. Вот это подними. Я понял этого боёв. Во всё-то платим сколько хотите. Что, кинуть собрались или что-то? Молодые люди, смотрите ситуацию. Когда Steam они все будет. Tayurs который II запрещено. Продолжение следует...